Я не буду ни о чем вас спросить, и какие-то снисхождения здесь испытывают, всем все понятно, суд оккупантов не может быть справедливым по определению, ничего личного же числа. Самый страшный грех на земле это трусость. Это что написал великий русский писатель Булгар в книге Мастера Маргарита. Я с ним согласен. Трус и самый главный, самый страшный грех на земле. Предательство это такая частная форма трусости. Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости, как, к примеру, из Чирни, когда тебя девают в мешок на голову, немножко бьют, и через полчаса ты уже готов речься от всех своих убеждений. Наговори себе в чем угодно, говори, других людей уже перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за ним пострадать или умереть. Я уже пребываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю в ваш телевизор. Программа Вести, время, как бы, да, это очень хорошая передача. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, Россия делает все правильно, кругом враги. Очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь, власть придерживающая. Вы всегда-то понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали не закон, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Даже я, находясь здесь, в тюрьме, знаю, что ваши войска присутствуют на Донбассе. У нас весь изолятор набит ополченцами, которые туда отправят, как героев, на ваших танках с вашим оружием. Они там воюют, думают, что они здесь ждут, возвращаются с собой в горябрь и припасы, принимают на границе, дают им сроки. Они удивляются, как за что, мы же вроде герои нас сюда провожали, не понимая, что работает этот поезд в одну сторону. Даже здесь, в тюрьме, я это знаю. Я здесь, в тюрьме, встречался с Грушником, вашим офицером, Салатом, точнее, по другому преступлению, судец. Он участвовал в захвате Крыма. 24 марта они уже на кораблях боеприбыли в Севастополь и блокировали как раз те части. Он как раз стучать блокировал и фоторию, которую я снабжал и вывозил. Судьба такая, да, интересная штука. И он же участвовал, его бригада участвовал в войском котле, которое разбило российских нанослужащих. Это факты, которые лежат на поверхности.